Итак, в первой части нашей работы мы с вами выдвинули некую гипотезу относительно расстановок по Хеллингу. А она стоит. То есть, по сути своей, мы имеем дело с применением РПТК-4 и РПТК-5 раструб. По сути своей, в качестве вооружения, в интересах лица, производящего... По сути своей, ребята, мы имеем дело с шаманистским магическим ритуалом. Мы по сути имеем дело с шаманистским магическим ритуалом. Почему я это утверждаю? Ну, потому что это сделано в интересах лица, ради которого производится расстановка. То есть, по сути своей, применение вооружения системы координат по его семье или по кому-то, ну, я имею в виду, задача какая стоит? По системе? Да, по системе некой, да нет, по группе лиц. По группе лиц или по лицу конкретному. Вот последствия. Но вследствие этого сам человек становится запчастью виртуальной личности, как последствия участия в расстановке по Хеллингу. Вот все, кто там участвуют, точно становятся. А вот тот, для кого делают, вот вопрос, становится или не становится, это вот как бы в гипотезе пока не отражено. Но мы, извините за выражение, страницы-то сколько прочитали, несколько только пока. Что мне уже позволило сделать некую гипотезу. Вот вопрос, подтвердится эта гипотеза, которую я бы сказал, или не подтвердится. Пока все, что я говорю, подтверждается. То есть вот есть пять стадий, как бы сказать, углубления в расстановке по Хеллингеру. Я их описал. Пять стадий. Видите, да? А вот дальше так это или не так, нам и требуется выяснить вот это. Дело в том, что это очень интересно. Очень интересно. Объясню, почему. Дело в том, что большинство финансовых пирамид построено по этой схеме, которая нарисована на доске. И если в основе всех финансовых пирамид лежат расстановки по Хеллингеру, то это подготовка людей с целью реализации подобного рода задач, проектов и так далее. Поэтому для безопасности это вообще очень интересный материал. Знаете, почему я сделал такой вывод? Дело в том, что была у нас такая компания в Украине, GST, где руководил Роберт Флэчер. Так вот, следствием его вот этой психотерапии. Понятно, да? Было что? Возникновение паровозной обоймы. Результат тот же самый, что и в расстановках по Хеллингеру. То есть, применял ли Роберт Флэчер расстановки по Хеллингеру с целью превращения людей в паровозную обойму, с целью получения финансовой выгоды от них? Так, вопрос, вопрос, не знаю пока, но очередь как-то все сходится пока. То есть, пролеризировав вертикально и горизонтально это все, я начинаю потихонечку понимать, что любая вещь, вот эти расстановки по Хеллингеру, я уверен на 100%, я уверен, что, обратите внимание, у Флэчера тоже 80% людей, которые отдали ему деньги, это женщины. Что тоже подтверждает мою гипотезу. Это женщины. А мужья вместе с женщинами отдавали по принципу. Ну, то есть, женщины же объясняют мужьям, что им делать бедняно. Вот как бы в том числе. Были ли мужики там? Да, были. Ну, управляющие же клавиши в системе, посредством комод, должны же быть, не один же Флэчер это делал. То есть, есть группа лиц, понятно, да? Которые... Поэтому, вот, если речь идет о построении финансовой пирамиды посредством цифрового ряда, или совмещенной на осях цифровым рядом, то мы, как бы, выбираем ничего. То есть, обратите внимание, какие группы огромные позволяют расстановке по Келлингеру устроить. Я вот уже отсюда смотрю. Обратите внимание, ведь Флэчер книжки им писал, что-то преподавал, там, еще что-то делал. Еще что-то делал, да, там, ну, какие-то, ну, вещи делал. А по сути, ведь своей, он их ничему не учил. Если вы посмотрите выступление Роберта Флэчера, вы увидите, что все выступления сводятся к тому, что вам это нужно. То есть, по сути, цель любого выступления объяснить, убедить вас только в том, что это нужно. А как это сделать, это уже второстепенный момент, и мы это разберемся, что. Ну, потом. Но, обратите внимание, ведь интересный момент еще заключается в том, что ведь, ну, Роберта Флэчера задержали, взяли под стражу, судят там в Киеве, ничего не присудят, это понятно. Все мне это ясно. Но ведь глобальный механизм копирования запущен. Вы же понимаете. Это же понятно, да? Глобальная копировальная машина-то не перестала работать с системой автоматизма человеческого дела. И это же все растиражировалось по всему Украине, миру и так далее и тому подобное. И не только Флэчером, ведь подобного рода вещи делали и до Флэчера, правильно? Отсюда вывод, что это же могут применить и к вам. В любую секунду времени. И не в рамках расстановок по Хеллингеру. А устроить вам расстановку по Хеллингеру без вашего согласия. Сделав вас участником расстановки по Хеллингеру. Может и такое быть. Хотя я тут как бы в общем-то гипотетически размышляю просто вслух. В моих размышлениях есть достаточно большой здравый смысл. Вам не кажется? Что мои гипотезы, которые я здесь выдвигаю, они в общем-то не лишены логики. Что скажете? Да, могут сделать вас частью расстановки по Хеллингеру. Мало того, обратите внимание, ведь почему она такая популярная расстановка по Хеллингеру? Вам ничего не придется делать. Почему такие популярные? Ведь они пальбу первенства сегодня в Одессе держат. Может для одесского семинара это готовить? Вам ничего не придется делать. Самое главное. Вы ни за что не будете. Мы сделаем так, что вы ни за что не будете отвечать. И почему эта книга считается самой лучшей, самой вот фундаментальной по расстановкам по Хеллингеру в интернете? Это от нее пищат, именно от этой книжки. Ведь она, я не знаю, эту книжку читать, ну один раз можно прочитать, наверное, и в общем-то хорошая. Ну достаточно. Хватит. То есть так для общего развития, поняв вот это все, просто-напросто себя предостеречь от того, чтобы с тобой это не сделали. Не превратили тебя в стопу несуществующей личности. Виртуальной, понимаете? Но она популярностью в Одессе бесспорно и пользуется. И не только в Одессе, я так полагаю. И в Киеве. В расстановке по Хеллингеру. Я же помню, я звонил в Киев-то товарищу, кстати. То есть это очень считается мощный метод психотерапии. Почему? Потому что самая большая проблема человечества, это поломанный вариатор. И коэффициент, скорость, коэффициент, скорость и сопоставление данных. А по сути своей что? Венцом. В излучателе это решение. Да, это середина излучателя. То есть по сути своей равновесия излучателя это решение. И мы все не можем что найти? Решение. Мы его ищем постоянно в силу того, что жизнь наша многозадачна. Мы постоянно вынуждены решение этих задач искать. И расстановки по Хеллингеру дают реальную возможность освободиться от необходимости принимать решение. Понимаете? Думая, что что-то придет и так далее, я думаю, потом. Конечно, автоматически. Все верно. А это нужно что? Попасть в состояние вот этого вот что? Запчасти виртуальной личности. Хотя это еще не все, я думаю. То, что я нарисовал доске, это еще пол-дела только. Потому что там дальше, я думаю, будет еще веселее. Что можно еще делать с человеком? Да, Женя, ну подожди, сколько я делаю. Это я просто быстро проник методами мира в суть и нарисовал уже что дальше. Там же, вот то, что я нарисовал, пока мы остановились только вот на первом пункте. Я уже просто дальше понял, что будет. Мало того, я книжку читал. Ну, это интересно, Лад, отдал Ладе команду, перед нами, ну, начали читать. Покажи, о чем книга, цикл. Причем, думаю, что, что за цикл. В самом начале, да, цикл. Ира, а у тебя что получилось? У меня, ну, измеритель раскол веры на религии, нижний градиент от, получается, от ислама до, шаманизма. По сути, мы производим шаманский ритуал, по сути, мы магический шаманский ритуал производим, связанный с тем, чтобы добиться для себя, вот как бы, приоритетного положения, я так сказал. А когда еще здесь были ссылки на Лао Цзэ и конфуцианство, это уровень автоматизма, это как раз вот автоматизм, ну, полный. Сиди и жди, пока что-то свалится тебе на голову. Не, ну, я говорю, по сути, своей. Постоянно участие в этих шаманских ритуалах, делающих следствием системы координат других людей, человека действительно дает некая приоритет, как бы, или видимость приоритетного положения, или, по сути, делает его автоматически приоритетным. Среди таких же, как он, безусловно. То есть, человека, знающему прикладную науку, это применить что? Невозможно, да. Я, как я, потому что мы не знаем, там, и сущности. Ну, я пока про сущности ничего не слышал. Не, Жень, ты делаешь, забегаешь вперед. Давайте рассматривать только материалы справа. Да, то есть, не надо додумывать за него. Скоро ты ему сейчас, блядь, этот, наденешь убийство Кеннеди, блядь, на фолк. Две секунды, да. Придеваешь обвинение, да, то не надо. Остановись, Евгения Васильевна, пожалуйста, я тебя прошу. Да не надо, я понимаю, что твой, ход твоей мысли неглубокий, я понял. Да, 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 не надо, да. Не надо ему предъявлять обвинение по убийству Кеннеди, подождите. Он этого не совершал, Хеленгер. А вот вопрос, понимает ли вот то, что он делает, это вопрос огромный. Я думаю, что нет. Это вот, у него сложилась такая мировоззренческая позиция в жизни. И он как бы где-то же это все нахватался. Это как бы некий сплав его, так сказать, рассуждений. Он следствие знаний, которые он собирал всю жизнь. Накопительство знаний. Я вот думаю. И когда он понял, что ничего не работает, он решил вот как бы пойти вот этим методом, который исключает поражение. Ведь расстановки по Хеленгеру ведут к состоянию, исключающему поражение. Вы же понимаете? То есть, если я нога, я проиграть что? Не могу. Проиграть может человек. Нога не проигрывает. Вы же понимаете, да? По сути своей. То есть, это состояние, исключающее поражение. Что, в общем-то, аберирует человека, что страшно поражение, да? Накопительные неудачи ведут к состоянию что? Полного придурка. Здесь мы заранее становимся полным придурком, сами, с помощью определенной РП, да? Чтобы больше никогда не проигрывать. Ну, если это вообще можно так описать. Я просто пытаюсь говорить на понятном, доступном для людей языке. Хотя вот то, что я сейчас говорю, это научно все неправильно абсолютно. Мне надо бы, как ученому, перейти на научный язык, говорить научным языком, когда ни хрена никому понятно не будет. Это будет очень научно. Ну, а мне тут, в общем-то, мы же работать приехали. Мы же подготовили. Я хочу, чтобы вам, как людям, связанным с прикладной психиатрией, было как бы понятно, так сказать, все эти вещи. И для себя было понятно. И особенно аппарату безопасности, что вот проводя человека через такую РП, можно его превратить как бы в паровозную обойму. Окей? Давайте дальше послушаем. Чуть поработаем, да? Восприятие и сомнения. Участница спрашивает. Насколько вы, как терапевт, оказываете внушающее воздействие на участников расстановки? У меня сложилось впечатление, что вы влияете на самих участников расстановки и их чувства в процессе восприятия ситуации. Возможно, ваша собственная концепция переносится на участников расстановки, и они хотят ей соответствовать, пусть и не несознательно. Как вы к этому относитесь? Это же огромная ответственность терапевта. Хеллингер. Я бы хотел привести обратный пример. Если я колеблюсь или сомневаюсь, это передается участникам. Вопрос в том, что лучше. Когда я работаю, я полагаюсь и на других. С другой стороны, терапевт не должен отступать от собственного восприятия. В процессе непосредственного восприятия приходит важный опыт. Если в процессе восприятия кто-то высказывает сомнения или требования, пусть только внутренние, восприятие прерывается. Восприятие не терпит сомнений и претензий. Кое-что еще необходимо учитывать. Когда я работаю с группой, я работаю со всеми ее участниками. Когда я работаю в группе с уважением и любовью к клиенту, с любовью к решению, я верю в то, что результатом нашего взаимодействия станет хорошее решение. Если верно то, о чем вы говорите, тогда я должен был бы оказывать внушающее влияние на всех участников группы, чтобы такая фальсификация чувств стала возможной. Ваш вопрос только подтверждает, что многие участники самостоятельны и независимы. Если я заблуждаюсь или ошибаюсь, это сразу кто-нибудь замечает и исправляет. Я полагаюсь не только на свое собственное восприятие, но и на восприятие других. Тех, кто вместе со мной воспринимает и видит происходящее. Образ мышления и образец судьбы. Руперт Шалдрейк описывает в своих книгах свойства и действия морфогенетических полей. Силовых полей, которые определяют некие структуры. Он сказал мне, что в процессе семейных расстановок можно непосредственно наблюдать, как действуют морфогенетические поля. Я задумался, может быть его наблюдение применимо и к иным вещам? А что если определенная группа людей связана определенным образом мышления, что усложняет для такой группы процесс осознания? Стоп, вот то, что ты говорил, вот он, групповой разум. Вот прямо, так сказать, ссылка. Вот он, групповой разум. То есть, а что такое групповой разум? Это виртуальная запчасть и виртуальная личность. То есть, вывод мой, что? Абсолютно верен. Абсолютно верен. Пятый пункт. Вывод, к чему это приведет? Абсолютно верен. Давайте дальше. Не являются ли события, происходящие в семье, образцом, который обусловлен морфогенетическим полем семьи? Если, например, в семье кто-либо покончил жизнь самоубийством, часто самоубийство повторяется в следующих поколениях. Это происходит не только потому, что один из членов семьи хочет последовать за умершим, но и потому, что создан образец. Шелдро экзамитил. Как вы понимаете, да? То есть, так решали вопросы до меня. То есть, это использование чужого прошлого опыта в качестве распределительно-компенсационного механизма и делание следствия. Человек становится следствием этого опыта. То есть, он пытается использовать чужой опыт как распределительно-компенсационный механизм усилия, по-моему, и на медицине. Человек может не только свои инциденты, но и чужие использовать. И, соответственно, используя чужие инциденты, он приходит в точку реализации этого инцидента, становясь следствием системы координат. То есть, как бы раз все понятно. Кто будет в семинар по медицине, здесь все. Шелдро экзамитил, что при образовании нового кристалла его структура еще не задана. Если в той же связи образуется новый кристалл, его структура подобна структуре первого кристалла. Это память о первом кристалле. Это значит, что морфогенетическое поле обладает памятью. Поэтому каждый новый кристалл с большей вероятностью будет похож на первый. В процессе многократного повторения закрепляется определенный образец. Возможно, схожие судьбы складываются аналогичным образом. Прерывание образца. Такое движение необходимо прервать. Признание этого движения и его прерывание требуют большого мужества для совершения чего-то принципиально нового. Если прерывание удается, это особое достижение. А что ж тут особого? Что значит прервать вот эту вот хрень? Это перестать пользоваться системой автоматизма человеческого инструмента решения, как кибернетической системы, не предназначенной для реализации задач? Ну то что ж тут? Обратите внимание, подход прикладной науки изначально это исключает. Вот инструментальный подход изначально это что? Исключает. Что ж тут прерывать? Нужно просто перейти к инструментальному подходу. И этих последствий описаны не причины, а последствия неких явлений полнодиапазонных. То есть показаны некие проявления полнодиапазонных явлений. И если ты перейдешь к инструментальному подходу, ты никогда не станешь следствием этих явлений. Ну проявлений точнее. Не явлений, а проявлений. Никогда не станешь. И все, что он описывает, это всего лишь навсего азбучная вещь какая-то. А речь о каком-то героизме и мужестве. Да нужно просто перейти к инструментальному подходу. Что и было изначально. Мы же смотрели с вами неоднократно. Прерывание невозможно достичь, просто плывя по течению. Необходимо отступить. Вместо того, чтобы плыть по течению, нужно выйти на берег, посмотреть на реку, распознать старое и признать новое. Затем решать, что делать. Свет и тьма. Семья обладает памятью. Информация из семейной памяти, что является на свет, это подарок. Но этот подарок крепко держит темнота и скрытое, откуда он появился. Это значит, что его суть остается для нас скрытой. Мы не знаем, откуда он и куда. Это скрыто не только от нас, это скрыто вообще. А значит, мы не имеем к нему доступа. Мы можем и смеем распоряжаться этим подарком только в тот момент, когда он нам покажется, и должны остановиться, когда он снова скроется. То, что выявляется, не открывает нам скрытого и тайного. Оно показывается в определенных границах. Наше воззрение затмевает его, накладываясь на то, что выявилось. Наш собственный взгляд на это, если он сформировался, дает нам возможность оставаться субъективными и стоять на пути к познанию. То, что выявилось, напротив, толкает нас к незнакомому, непривычному и новому. Концентрируясь в процессе такой работы, мы обращаем свой взгляд на то, что остается скрытым, что за пределами выявленного. Мы подчиняемся не только выявленному, но и тому, что остается скрытым, тому, что появилось и снова скрылось. Мы в созвучии с обоими движениями подчиняемся обоим. В этой работе выявляется существенная, потому что она не ограничивается поверхностным, например, только исцелением болезни. А потому она существенно важнее, чем психотерапия как таковая. Ученики и учитель. Херлингер. Мастер никогда не был учеником, а ученик никогда не станет мастером. Знаешь почему? Мастер видит, поэтому ему не нужно учиться. Ученик учится, поэтому он не видит. Участник. Это шутка. Херлингер. Это говорит глупец. Участник. То, что ты сказал, противоречит многим духовным школам. Херлингер. Меня это мало волнует. Участник. Я не сказал, что это должно волновать тебя. Я сказал, что противоречит многим духовным школам. Херлингер. Я это знаю. Но если ты посмотришь на учеников, то увидишь, что многие из них – позор учителя. Видение и озарение. Путь к осознанию невозможно сократить, невозможно его и облегчить. Очищение, которое ведет к нему, невозможно ни укоротить, ни облегчить. Тьма духа. Я бы хотел кое-что сказать о тьме духа. Теперь модно совершать паломничество на Восток, чтобы найти там мудрость и просветление. Величие Востока несомненно. Однако великие духовные традиции Запада практически преданы забвению. Мы отступаем от них. Великая мистика Запада знает три пути. Первый путь – путь очищения. Второй путь – путь прозрения. Третий путь – путь единения. Но в принципе речь идет только о том, чтобы встать на путь очищения. Путь очищения – вершина тьмы духа. Это понятие или образ Хуана де ла Круса. Тьма духа означает «я отказываюсь от знания любого рода». Этот отказ – познать причину или тайны мира, или отказ узнать что-то о Боге. Это полнейший отказ – высшее очищение. В таоизме существует образ пустой середины. В ней полная тишина. Но удивительно, если отправиться в пустую середину и предаться тьме духа, желая знать все меньше, читать все меньше, все меньше думать, оставаясь при этом предельно собранным, то случится нечто. Вокруг тебя что-то произойдет, хотя ты и бездействуешь. Нужно оставаться спокойным, и тогда придешь в гармонию с чем-то большим. Вы поняли, да? Вот она доктрина даосизма. Вот они, даосы. Если долго сидеть на берегу реки, биба тебя проплывет труп твоего врага. Вы помните, это состояние подмены понятий. Даосизм – это подмена понятий. И именно даосизм – это глобальная утопия поиска бессмертия человеческого тела. То есть понимаете, да, что это смешная вещица. Мало того, как вы понимаете, это еще и против всех законов Бога, мира и так далее. В общем-то, я ее и не рассматриваю никогда. То есть, если бы людей на планете Земля стало из 20 миллиардов, можно говоря, 400 миллиардов, то, наверное, и убили бы все друг друга. Если бы на каждом квадратном метре был бы человек, то началась война бы за воду, за все, да, для того, чтобы выживать. Я банальные какие-то вещи объясняю, тупые, как бы, да, ну, наверное, это понятно. Давайте дальше. Тогда придет глубокое сознание, которое придумать невозможно. Оно придет из тьмы Духа. Тьма Духа требует от нас забвения. Она требует готовности забыть о своем происхождении и своей истории. Я в какой-то мере продемонстрировал пустоту не хотеть ничего знать или хотеть знать мало. Оставаясь собранным, ты обязательно увидишь существенную сразу. Мне нужно совсем мало информации, но я вижу сразу, что важно. Это идет от простой собранности. Я прочту вам небольшой отрывок из моей книги «Фердихтитес» «Уплотнение» на эту тему. Итак, история мудрости. Кто мудр, тот принимает мир таким, как есть, без умысла и страха. Он примирен с непостоянством и не стремится за пределы того, что прекращается со смертью. Живя в согласии, он сохраняет перспективу и вмешивается лишь настолько, насколько того ход жизни требует. Он умеет отличить, возможно, нечто или невозможно, поскольку он лишен намерений. Мудрость – это плод долгой дисциплины и труда. Но мудрый не тратит сил на то, чтобы ею обладать. Мудрость всегда в пути и цели достигает не потому, что к ней стремится, она растет. Глава «Чувства». Обратите внимание, по сути своей, даотская доктрина, она, по сути, сегодня линейно главенствующая в мире. И она именно ведет к возникновению реальности. И он ее редуцирует, эту доктрину, как основополагающую, как основополагающую, вот этой философии, которую он проповедует. То есть, по сути своей, что нужно первым сделать? Отказаться от реализации. Вообще. Отказаться от реализации. Поняли, да? Результатов не должно быть. Чтобы не проигрывать, не нужны результаты. Понимаете? Надо отказаться от существования результата. Обратите внимание, такую систему может исповедовать только человек, зависимый от кого-то. Материально, физически, ну и так далее. И тот, кто это проповедует. Это еще раз доказываю. Почему большинство людей на расстановках, это женщины? То есть, кто это исповедовать может только человек, прямо зависимый от кого-то. Вы понимаете, краеугольным камнем жизни человеческой является что? Реализация, то есть результат. Результаты, опорные точки системы координат. Если отказаться от результатов, вы отказываетесь сразу же что? От системы координат. Вообще отказываетесь. От работы с ней вообще. Соответственно, что? Вас очень легко сделать вот этим вот красавцам по пяти пунктам. Проведя вас через пять этих пунктов. То есть, это условия, при которых возможны расстановки похеленников. То есть, первое, что нужно сделать, отказаться вообще от каких-либо реализаций. Физических, духовных, психологических, вообще отказаться. В этом прикол. В этом весь прикол. Подержи. И поставь на палубку. Вешь антенну. А вот. Продолжение следует.